Говорит Черкеск В эфире информационно-аналитическая программа Радио Карачаева Черкесии «Ракурс». Доброе утро, уважаемые радиослушатели! На календаре понедельник, 19 сентября, в студии Волдобай Рамукова. И я рада приветствовать всех, кто настроился на волну Республиканского радио. И вот о чём мы расскажем вам в сегодняшней программе. Итоги экологического проекта «Культура обращения с отходами». Возможности Республиканской детской многопрофильной больницы в оказании необходимой медицинской помощи маленьким пациентам. В студию мы вернёмся через несколько секунд. На волне Радио России информационно-аналитическая программа «Ракурс». Во все времена и у всех народов, без исключения, детей называют самым большим богатством человека. А ещё родители своих малышей считают самым большим счастьем. Но то, что это богатство нужно ценить и любить, заботиться и посвящать своему счастью время, причём без перерыва и ограничений, не все знают. И если даже знают, то не придают значения. К счастью, в нашей стране, в том числе и Карачаево-Черкесии, материнству и детству уделяется пристальное внимание. Особенно здоровью, начиная с грудничков, вплоть до совершеннолетия ребёнка. С первых дней малютки проходят полное врачебное обследование, бесплатное лечение при показаниях, ежемесячный, а затем ежегодный осмотр специалистов и так далее, и так далее. А в последние десятилетия наблюдается, как говорят доктора, прорыв в медицине. Это лечение при помощи новейших технологий, выполнение высококвалифицированных хирургических вмешательств, другими словами, доступность всех видов оказания медицинской помощи. Обо всём этом и не только рассказала нам в беседе заслуженный врач Карачаева-Черкесии, главный врач Республиканской детской многопрофильной больницы Тамара Лайпанова. В начале беседы Тамара Ахматовна сообщила об открытии травматологического пункта в детской больнице. Всегда существовал и был в составе взрослой службы. Конечно, это масса проблем, потому что у детей ребёнок не маленький взрослый. У детей имеются особенности строения костной ткани, особенности ведения детей при переломах, особенности ведения детей, когда они получают какие-либо травмы, ушибы. Поэтому, хотя обращались в травмпункт в первую очередь, потом они быстро на второй же день приходили к нам. Но это, конечно, создавало массу неудобств родителям. В этом году было принято решение Минздравом КЧР, заместителем председателя правительства, который курирует в том числе и вопросы здравоохранения, Кербековой Ириной Джошаевной, спасибо ей большое, было принято решение детский травмпункт передать нам. Это правильно, это логично. Мы сейчас всё время говорим о доступности медицинской помощи. И вот это улучшило в разы доступность медицинской помощи, в данном случае экстренной медицинской помощи детям города. Иногда и с республики привозят прямым ходом, мы никому не отказываем. Напомним, что в больнице уже давно и вполне эффективно функционирует отделение травматологии и ортопедии. С первых дней оно было рассчитано на 15 коек. Сейчас там одновременно могут получать медицинскую помощь 16 детей. Это круглосуточный стационар, куда поступают дети с тяжёлыми травмами, которые требуют операции, послеоперационного наблюдения. Дети с врождёнными пороками развития костно-суставной системы. У нас великолепные специалисты. Команда врачей очень хорошая. Среднемедицинский персонал удивляет своим отношением, своим профессионализмом, всех проверяющих. В отделении всегда порядок, но это круглосуточный стационар. Поэтому у нас есть и отделение. Если вдруг травма тяжёлая, конечно, с травмпункта напрямую ребёнок госпитализируется. В летние месяцы, когда коллеги могут себе позволить отдых, у сотрудников отделения травматологии и ортопедии сезон сверхурочной и насыщенной работы. К их сожалению и сожалению родителей поступают дети с травмами различной степени, иногда несовместимыми с жизнью. Лето, как шутят наши травматологи, деткопад. Конечно, летом количество травм в разы увеличивается. Это и раны кожных покровов, это переломы, самые, конечно, неприятные. И ситуации, когда требуется более такая внимательная помощь, иногда и госпитализация, это черепно-мозговые травмы. Катается на качелях и падает головочкой. Такую же высокую оценку дам не как главный врач, а как врач, который работает с этими докторами уже много лет. Я могу сделать выводы, не то чтобы хвалить своих врачей, а вот совершенно объективно у нас нейрохирурги очень высокого класса. Есть круглосуточное дежурство нейрохирурга. Время заставилось делать, потому что очень много черепно-мозговых травм. Это падение головкой, а так переломы. Хочу сказать, что с новым корпусом получили не только красивые палаты, где есть все удобства, но получили современное оборудование. Это современное оборудование позволяет нашим травматологам оперировать под видеоконтролем, так называемым рентген-контролем ЦДУГа. И это позволяет не разрезать кожу, а проводить сопоставление костей при переломах под зрительным контролем и без разреза. А это в несколько раз уменьшает выздоровление и госпитализацию. Ведь большое количество проведенных в госпитале, в больнице – это не показатель хороший ни для нас, ни для ребенка. Поэтому они имеют возможность быстро выписаться. Наши службы проверяют. Сейчас четкая система проверки федеральными центрами службы регионов. И по травматологу-ортопедической службе мы имеем высокую оценку наших федеральных коллег. По словам моей собеседницы, в больнице в целом можно получить не только качественную медицинскую помощь, но и всю необходимую высококвалифицированную помощь, за которой раньше приходилось ехать в крупные мегаполисы страны. Фактически, если подходить это с нашей стороны, вы сейчас поймете мою мысль, то будут отправлены федеральные центры единицы за год. Но федеральные центры сейчас, скажем так, рыночная медицина. Федеральные центры тоже им за пациенты ведут, скажем таки, борьбу. Когда они приезжают, они рвутся на консультативные приемы, приглашают к себе больных. Я вот обращаюсь к родителям, не надо тратить деньги на дорогу, не надо такую психологическую травму ребенку своему оказывать, что совершенно другое учреждение, в другом регионе появляться на лечение. 99,9 видов медицинской помощи по травматологии-ортопедии вы можете получить в многопрофильной, родной, детской, республиканской больнице. И я опять-таки ссылаюсь на сочетание высококлассных специалистов и хорошего оснащения, высококлассного оснащения. Спасибо нашему главе республики Рашиду Борисовичу Тимрезову, который построил такую прекрасную, красивую больницу, хорошо оснащенную, хорошо оборудованную. Поэтому, если кто-то уезжает, то, скажем так, не по причине того, что мы можем оказать ту же помощь здесь. Беседуя с родителями больных деток, я узнала, что в Республиканской детской многопрофильной больнице при необходимости руководителям мгновенно мобилизует одновременно несколько служб, причем в любое время суток. И по утверждению благодарных родителей маленьких пациентов, немало спасенных жизни. Мы попросили прокомментировать главврача подобные действия. Она их назвала информатизацией в медицине. Бывают случаи, когда действительно травмы настолько тяжелые, настолько тяжелые травмы получают дети. Приходится действительно мобилизовать буквально все службы. Это ребенку нужна кровь, ребенку нужна немедленная операция, ребенку нужна анестезиологическая реанимационная пособие, нужны специалисты. Мы можем в любое время связаться с федеральными специалистами и проконсультироваться по поводу любого ребенка. Наверное, на слуху информатизации в медицине. За этим скромным словом стоят огромные возможности для каждого учреждения получить консультацию любого специалиста в любое время. 24 дробь 7. Поэтому бывают, конечно, случаи, когда приходится действительно бороться за жизнь ребенка. Очень хочется обратиться к родителям, чтобы они отвечают за своих детей перед Богом. Так называемые есть понятия права ребенка. Есть конвенция о правах ребенка. Эти права ребенка защищают родители, потому что сами дети не могут защищать в силу своего возраста. Поэтому родители, чтобы были внимательны, особенно подросткам, чтобы не давали ключи от машин, чтобы подростки не попадали в дорожно-транспортные происшествия, которые могут не только отнять у них жизнь, но и привести к инвалидности. Потому что, когда тяжелые травмы, избежать инвалидности не всегда можно медицинскими только усилиями. Поэтому внимательность к своим детям, наблюдение за своими детьми, беседы со своими детьми и профилактика вот этих тяжелых травм в руках родителей, в руках Всевышнего, в руках родителей. Как заверила Тамара Ахматовна, врачи больницы в своей работе активно используют всевозможные методы консультации и обмен опытом, аудио и видеомосты. И все это способствует оказанию правильной и своевременной медицинской помощи. Есть такая система по всей республике. Мы можем не только с федеральными специалистами связаться, но любой район может с нами связаться, когда появляется тяжелый ребенок. Вот, например, из Зеленчукского района привезли ребенка маленького до года. Это без травмы, там было инфекционное заболевание. Спасибо коллегам, они привели ребенка, прокапали, привели в состояние, когда можно транспортировать, как мы говорим, транспортабельное. И привезли, в настоящее время этот ребенок получает лечение у нас. И все время были на связи с коллегами. В любом ауле, селе, районе, городе называется доступность медицинской помощи. За словами «доступность медицинской помощи» кроется тоже огромная работа государства нашего, которое уделяет сейчас огромное внимание медицине. И медицинских работников, когда первую помощь можно получить по месту жительства. Если кровотечения, с Донбая ехать сюда? Нет, на месте оказывается помощь. Устраняется жизнеугрожающее состояние, госпитализируются ближайшие медицинские учреждения, и потом уже дальше решается вопрос о дальнейшей транспортировке. Вот сейчас очень большое внимание уделяется ФАПам, фетчерско-акушерские пункты. Они возрождаются. Районные больницы великолепно работают. Мы все время во взаимодействии. Есть даже группа педиатры, где мы быстро обмениваемся, ищем какого-то пациента своим мнением. То есть доступность медицинской помощи в Карачаевой Черкесии организована очень хорошей. Однозначно любому малышу, особенно во время болезни, необходимо чувствовать поддержку матери. Если раньше условия для госпитализации мам с больным ребенком были минимальными, то теперь созданы все удобства. В старом корпусе у нас 1974 года это соматический корпус, где находится инфекционное отделение, где находится соматическое отделение, где лечатся почки, сердце, аллергии и другие заболевания. Палаты остались те же. А в новом корпусе в каждой палате есть санитарные комнаты. Это очень удобно. Если в старом корпусе на весь этаж два санузла, то в новом корпусе он построен по новейшему проекту, есть для родителей все. В любом случае, конечно, совместная госпитализация детей до любого возраста и родителей. Препятствий совместной госпитализации совершенно нет. Совсем недавно мы считали, что пандемия новой коронавирусной инфекции закончилась, и в регионе были отменены все ковидные ограничения. В последнее время наблюдается небольшой рост числа зараженных коронавирусной инфекцией. Да к тому же сейчас, как взрослое население, так и детское проживает последствия перенесенной нозологии. В ковид сначала, конечно, было общее мировое мнение, что коронавирусная инфекция легко переносится детьми. Но многие реальности изменила эта инфекция. Сказать, что у детей она легко проходила уже спустя два года, не могу. Потому что у нас, в нашем стационаре, были дети, которые перенесли в легкой форме, даже в бессимптомной форме ковид. Три месяца, четыре месяца, несколько месяцев назад потом поступают к нам с тяжелейшими поражениями сосудов сердца, почек, аллергическими, такими тяжёлыми поражениями кожи, тяжёлыми поражениями суставов, сосудов, разрастанием лимфоузлов брюшной полости, которые вызывали ложную хирургическую симптоматику острого живота. То есть у нас были очень тяжёлые больные, которых мы выхаживали и иногда перемещали в федеральные центры, например, с тромбом в полости сердца, например, почками, которые как бы отказали. Перестали работать, мы оказывали первую помощь, детям вытягивались из тяжёлого состояния и беспрепятственно переводили в федеральные центры для дальнейшего лечения. Ковид-19 был беспощаден ко всем, независимо от пола и возраста. Трудно пришлось и детям. Тамара Ахматовна поделилась, как удавалось врачам противостоять этой коварной нозологии. Детям стандарты лечения не менялись. В отличие от взрослых, там, октембры, вот эти препараты детям не требовались. Я говорю не о тяжести переносимой коронавирусной инфекции. Ни один ребёнок на аппарат искусственной вентиляции лёгких не попал. Я говорю о последствиях, осложнениях тяжелейших у детей, которые перенесли коронавирусную инфекцию. А так, во время процесса заболевания, острого заболевания, дети нуждались, и нам Минздрав беспрепятственно давал противовирусных препаратах, при необходимости иногда антибактериальные препараты, если были какие-то фоновые заболевания, снижающие температуру препараты. Нам Минздрав выдавал, и мы, бригады работали у нас, и детям, у которых являлась коронавирусная инфекция, мы выдавали эти препараты. Стандарты лечения детей не менялись, взрослых усиливались, у нас не менялись. Человечество всю свою историю развития живёт с инфекциями. И чума, и холера, всё-всё-всё было. То есть инфекции не покинут человечество до самого, как говорится, последнего дня. Поэтому, если какую-то специфику будет новая волна иметь для детей, мы сразу получаем методические рекомендации с Минздрава Российской Федерации. И будем действовать согласно этим методическим рекомендациям. Любая инфекция имеет, кажется, общие инфекционные законы. Есть процесс, когда индивидуальные средства защиты. До того, как это дойдёт до каких-либо осложнений. Взрослым вакцинироваться. Чем больше взрослых будет вакцинировано, тем больше будет воинов, защитников других, которые не смогли вакцинироваться. В силу возраста, в силу каких-то тяжёлых заболеваний каждый, кто вакцинируется, должен думать не только о себе, а о том, что он член человеческого общества. Если у него противопоказаний нет, он вакцинируется. И этим встаёт в цепочку защиты тех, которые не могут получить вакцинацию. Следует подчеркнуть, что не у всех однозначное мнение о вакцинации. Одни понимают важность, а другие даже уже прочувствовали на себе её защитную функцию. Но есть и те, кто категорически против вакцинации, тем самым не использует существующую защиту от вирусов. Уверена Тамара Ахматовна. Мы планомерно провакцинировали подростков, детей подросткового возраста, потому что возрастные ограничения имеет вакцина. И провели с информированного согласия родителей вакцинацию детей. Родители, которые приняли это решение, они, конечно, обдуманно приняли решение. Идёт антипрививочная кампания. Иногда антипрививочников хочется спросить, готовы ли они отвечать за тех людей, которые попали на аппарат, и, возможно, у них шансов нету выжить. Что если бы они были вакцинированы, они не попали бы на этот аппарат. Всё-таки, когда дело касается здоровья, наверное, не должны рассуждать артисты, спортсмены, депутаты, а должно медицинское сообщество чётко доносить, пытались до населения о необходимости такой защиты, потому что человечество приняло вызов беспрецедентный. Если в средние века не было самолётов, не было поездов, инфекция так быстро не распространялась, то мы живём в 21 веке, и планета стала маленькой. Поэтому в этих условиях вакцинация – основной метод защиты, основной способ защиты. И вот эта антивакцинальная вакханалия, которая развилась, она противоестественна, она против человечности. Дети имеют возрастное ограничение, и в зависимости от возраста детей, конечно, надо вакцинировать. Взрослые противопоказания, они единичны, они известны. Фоновые заболевания являются, наоборот, показанием, кто имеет какое-нибудь хроническое заболевание, вирусу легко будет, легко расправиться с этим человеком. Поэтому здесь двух мнений не должно быть аргументов против вакцинации, не должно быть. Они противоестественны. Многие нововведения в медицине удивляют даже врачей со стажем. Благодаря им больше шансов вылечить любую нозологию, не выезжая за пределы республики. А также в разы уменьшаются как сроки лечения, так и реабилитация. Населению остается лишь не запускать болезнь и своевременно обращаться к врачам, а также выполнять все их предписания. За мою медицинскую жизнь, можно назвать это вертикальный взлет медицины, сначала нацпроект здоровья, потом модернизация, которая насытила и тяжелой, и легкой медицинской техникой медицинской учреждения. Сейчас национальные проекты, в том числе и проект здоровья, куда входит программа детства. Все они финансово обеспечены. Наш Минздрав Карачаева-Черкесской республики участвует во всех программах, делает заявки вовремя. Мы даже по нацпроекту здоровья в программе детства за два года получили более 15 единиц и реабилитационного оборудования, и высококлассных УЗИ-аппаратов, и эндоскопическое оборудование. То есть вот эти программы наша республика участвует во всех программах. Пристально за реализацию этих программ следит глава нашей республики, Рашид Борисович Тиморезов, правительство наше. Вот сочетание воли нашего государства и федеральных центров, и нашего субъекта только поступательное движение. Я могу такой пример привести. До нацпроекта здоровья, это 2008-2009 годы, во всей детской больнице был один единственный УЗИ-аппарат. Огромные очереди, я помню родителей, которые вваливались в драки из-за очереди в кабинет врача. Сейчас УЗИ-аппараты экспертного класса в обоих реанимациях, в поликлинике, в новом корпусе, в старом корпусе. Возможность обследовать ребёнка в течение буквально короткого времени с головы данного. Круглосуточная лаборатория работает. По всем нацпроектам лабораторное оборудование очень хорошее получили. Даже центры связываются, говорят, у вас какие возможности, как вы хорошо обследовали. Хочется вам выразить удовлетворение, коллеги. Несмотря на все положительные моменты, немало и проблем. Это остро чувствуется в детской медицине. Заменить тех или иных детских специалистов почти невозможно. И сегодня главный врач мечтает устранить эти проблемы, дабы лучше оказывать помощь маленьким пациентам. Проблемы остаются дефицита некоторых специальностей. Реаниматологи о дефиците, рентгенологи, у нас окулисты, участковые педиатры, первичное звено. Хотелось бы, чтобы уделяли первичному звену. И так уделяется особое внимание, но супер особое внимание, чтобы уделялись. Вот эта программа, «Земский доктор», который насытил район, и, извините меня, нас оголил. Наши доктора, поехали туда. Конечно, бывают проблемы, жалобы бывают, бывают проблемы в общении иногда наших медицинских работников. Очень много проводится работы сейчас и в нашей республике, и федеральными центрами, именно по первичному звену, по поликлиникам, по доступности, открытая регистратура, бережливая поликлиника, вплоть, что рассматривается маршрутизация. Как удобно этой маме и ребенку быстро получить помощь в поликлинике. Они сегодня записались, завтра пришел, послезавтра пришел. Конечно, в процессе этого бывают сбои, что все прям супер прекрасно, не могу сказать. Но то, что есть вертикальный взлет, что есть возможность получить помощь в основном в своей республике, это однозначно. В завершении беседы главный врач Республиканской детской многопрофильной больницы Тамара Ахматовна обратилась к радиослушателям, особенно к родителям. Я, когда была на съезде в Москве, его такую мысль записала, что мы друзья детей, иногда вопреки их родителям. Конечно, по здоровью детей главную ответственность несут родители, но иногда они нарушают право своих детей, например, отказываясь от вакцинации. Вот я опять вернусь к антивакцинальной вот этой вакханалии, которая поразила очень многих родителей. Очень много родителей лишают своих детей права иметь защиту от очень тяжелых инфекций, опасных инфекций. И, конечно, хотелось бы, чтобы в этом вопросе родители не читали то, что выливается в простой интернет, а советовали со своим участковым педиатром, со своим врачом, как создать ребёнку безопасную среду, чтобы ребёнок имел комплекс вакцинации, как в любой цивилизованной стране, чтобы у него питание, как вырабатывать пищевое поведение, здоровое поведение своим детям. Сейчас очень много идёт вопрос о раннем дошкольном образовании. Считается, что раннее дошкольное образование – это для современного человечества очень важно, чтобы социализировали они своих детей вовремя. Хочется, чтобы всегда были родители и детские врачи не по разной стороне баррикад. У нас цель одна и та же – дети. Ведь когда рождается ребёнок, первое, что ему желают – здоровья. Благодаря реализации национальных проектов и программ в регионе существенно модернизировали медицинские учреждения. Не обошла стороной модернизация и детскую многопрофильную больницу. которая сегодня успешно оказывает целый спектр услуг как их маленьким пациентам, так и их родителям. За бессонные ночи и помощь всем нам мы скажем спасибо За добро, что несёте В этот сложный час Мы скажем спасибо И молимся за вас От всей души желаем Счастья и долгих лет Вы дарите надежду, Когда её больше нет И себя не жалея Спасаете наши сердца За жизни бьётесь до конца Люди на минуту встаньте Все дела свои оставьте Чтобы поклониться Людам мира в белых холодах Люди на минуту встаньте Люди на минуту встаньте Встаньте, встаньте Если мы ценим вас, мы скажем спасибо. Среди ночи в любую минуту, жертвуя собой, вы несете нам свет. Каждый из вас не роль. От всей души желаем счастья и долгих лет. Вы дарите надежду, когда ее больше нет. И себя не жаляя, спасайте наши сердца. За жизнь не бьетесь до конца. Люди, на минуту встаньте, все дела свои оставьте, чтобы поклониться людям мира в белых халатах. Люди, на минуту встаньте, все дела свои оставьте, чтобы поклониться людям мира в белых халатах. Люди, на минуту встаньте, встаньте, встаньте. Люди, на минуту встаньте. Продолжаем программу «Ракурс». Экологический проект «Культура обращения с отходами», реализуемый при поддержке Фонда президентских грантов, официально завершился. Автор проекта, руководитель некоммерческой организации «Биосфера» Азамат Ужахов, расскажет радиослушателям о том, как он был реализован и планируется ли продолжить проект в будущем. С ним беседовал мой коллега Умар Текеев. Азамат, доброе утро. Доброе утро, Умар. Очень радует то, что твои проекты действительно имеют очень важное значение для нашей республики. И, в частности, твой проект «Культура обращения с отходами», он действительно очень полезен. И тем более, я так понимаю, мы потихонечку движемся к тому, чтобы разделять этот мусор и давать ему вторую жизнь. Расскажи, пожалуйста, о том, на какой стадии сейчас твой проект. Да, Умар, взаимно. Тоже рад видеть. Наши передачи действительно всегда плодотворны с тобой. И, я думаю, нашим слушателям интересны. Проект, поддержка его завершена. Но принято решение продлить проект на неопределенный срок, поскольку он получил такой достаточно серьезный резонанс хороший. Хорошая обратная связь от населения, от общества, от активистов, от органов власти. И поэтому было решено продлить проект на неопределенный срок. И все-таки я считаю, что это дело нужное. И справимся мы с этим, с раздельным сбором, поскольку и вот недавно буквально на встрече с руководством ППК РЭО, глава государства, наш лидер Всероссийского народного фронта Владимир Владимирович Путин обозначил как одну из таких болевых точек отсутствие на данный момент такой хорошей, полноценной, достаточно таким надлежащим образом функционирующей системы сбора твердых коммунальных отходов. Ну и, соответственно, там имеется в виду и также раздельный сбор отходов. И ты, как горожанин, наверняка тоже видишь у нас и свалки по городу, и там достаточно такая серьезная проблемная тема. Ну вот проект некоторым образом помог. Я уже в какой-то момент, я бы сказал, я думаю, я надеюсь, что помог, а на сегодня я уже вижу, что помог и что есть определенные результаты. Как раз-таки об этом я и хотел с тобой поговорить, тем более у тебя с двух сторон есть взгляд все-таки. С одной стороны, ты в Российском народном фронте тоже принимаешь участие как координатор, следишь за тем, что происходит в регионе, отслеживаешь там свалки. И, в принципе, эта работа у тебя ежедневно характер носит. Но и в то же время ты и с проектом начал эту деятельность, точнее продолжил основную деятельность, и в том числе и посредством этого проекта. Как ты думаешь, вот что именно изменилось в сознании? Ну вот на твой взгляд, какие эти подвижки есть? То, что вижу лично я, например, ну порядка вот, я сейчас занимаюсь составлением отчета, и для себя даже в первую очередь я для себя, этот списочек такой небольшой, фонду он, конечно, не нужен, но я для себя его составил, что порядка 50 домохозяйств, семей, которых я знаю, причем лично я знаю, где-то знакомые, где-то коллеги, где-то друзья друзей, где-то мои друзья тоже, начали вести на уровне дома, на уровне домохозяйства раздельный сбор, то есть как минимум там пластик отдельно собирают, стекло, органику отдельно с бумагой. Ну вот это уже, я считаю, значимо, это уже достижение, да, и мне приятно от этого на самом деле. Ну вот помимо этого резонанс, который создан проектом, он привлек к нему достаточно много интересных людей. Ну и самое главное, что к нему присоединились и молодые люди. Молодежь, что вот очень важно, да, и молодежь, молодежь именно осознанно это делает, молодежь это уже задел на будущее наш, как говорится. Проект уже, по сути дела, закрыт, он поддержку уже не получает, что дальше, что тебе нужно? Тебе нужно отчитаться фонду о том, на какие цели ты потратил средства, чтобы продолжить этот проект или просто ты отчитываешься и проект заканчивается, то есть официально я имею в виду? Да, официально проект не может длиться более полутора лет по правилам фонда президентских грантов. И вот практически этот срок прошел, то есть около полутора лет он действовал, там порядка, около года он был изначально, вообще планировался на 11 месяцев, но затем, поскольку я увидел его востребованность и там подключилась и прокуратура, подключились и спонсоры организации местные неравнодушным образом себя показали люди, я решил продлить проект этот, согласовал это продление и продлил, да. И вот на сегодняшний день я готовлю отчетность, вот именно, как ты сказал, там есть определенные статьи и я отчитываю, что по этим статьям я сделал вот это, приобретено там столько-то, вот контейнер для раздельного сбора саженцы, ну и там, соответственно, количество людей, которые приняли участие в проекте и так далее. Вот, да, сейчас готовлю отчетность по вот этой части. Я думаю, что не лишним будет напомнить о том, какие мероприятия проходили, самые знаковые, на твой взгляд, мероприятия в рамках проекта «Культура обращения с отходами». Самые знаковые мероприятия это были, вот, например, такое в прошлом году, в День защиты окружающей среды, это было летом, очень понравилось мне такое очень масштабное мероприятие, прошло у нас на улице Первомайской, на вот как раз где главпочтамт, этот пешеходный бульвар наш. Мини-Арбат, да. Мини-Арбат, да, который у нас сегодня такой красивый, приятный, по которому много народу гуляет, много молодежи в том числе, и вот там эта акция прошла, акция прошла, там поддержали Роспроднадзор, как волонтеры приняли участие, Минприрода наша региональная, мои волонтеры тоже, волонтеры нашей организации, точнее Анна Биосфера, вот, и очень-очень много тогда, я помню, мы раздали порядка там 120 пакетов изначально и буклетов об экологичном образе жизни, а потом кончились, а дети говорят, вот еще люди как бы спрашивают, пришлось подвозить, еще там порядка 100 пакетов, то есть порядка 200 мы раздали за день, вот такая интересная акция была, и вот на этой акции как раз я познакомился, ну, точнее, я знал эту девочку-волонтер, она студентка технологического колледжа, на эколога учится, познакомился с ней, и как-то вот она проявила интерес, мы с ней обменялись контактами, и вот, ну, под моим наставничеством она попыталась в Росмолодежи получить один грант, ну, пока там немножечко не доработала, не дотянула по проекту, ну, будет пытаться еще, и она очень замотивирована, она в моих мероприятиях с тех пор принимает периодическое участие, такая одна из знаковых акций, да, была эта. Можно, в принципе, сказать, что крафтовый пакет, это они просто так раздавались, то есть там определенные советы, как дать там, допустим, какому-то отходу вторую жизнь, правильно? Это вот на это же и нацелен был, правильно? Это вот как раз-таки те теги, да, которые ты мне помогал разрабатывать, дай вторую жизнь вещи, сдавай в переработку, разделяй отходы и так далее, и так далее, вот там несколько видов тегов, да, и ссылка там на сайт организации. Замат, но при этом ты активно привлекал волонтеров, ну, чуть раньше мы об этом уже сказали, расскажи, пожалуйста, о том, какая работа велась с молодёжью за это время. Ну, в принципе, знаешь, как волонтёры, по большей части это молодёжь. Ну, естественно, с ними работа велась регулярно, люди, принимавшие участие, видели, что вот это происходит, вот я им объяснял, что вот, ребят, вот у нас буклеты, вот в буклетах написаны правила экологичного образа жизни, чтобы вы там осознанно это делали, вот вы подходите к человеку, вручаете этот буклет с пакетом, а он говорит, ага, вот расскажи-ка мне, что здесь, вот там пункт номер пять, там, сажай деревья, там, условно, или там вот разделяя отходы, а что это даёт, а что почему, вы должны понимать сами, что это для чего это, что это за правила, вы их должны прочувствовать. И они действительно вникали, читали, изучали. Да-да-да-да, и в принципе они всё же достаточно подкованные и такие, скажем так, готовые к введению осознанного экологичного образа жизни, я считаю, люди, и готовы, более того, готовы распространять этот экологичный образ жизни, транслировать. Ну, может быть, тогда кто-нибудь из этих ребят в будущем тоже будет принимать участие в грантах и будет создавать свои проекты, которые, ну, не обязательно аналогичные, но проекты, которые тоже принесут пользу. Я уверен, что будут обязательно. Азамат, ещё такой вопрос. Мы сегодня говорим о том, что проект уже на стадии завершения, но в то же время, я так понимаю, что ты неспроста его не закрываешь сейчас. Видимо, какие-то планы ещё у тебя есть. Что ты планируешь в дальнейшем? Безусловно, планов много, на самом деле, Умар. И по поводу планов, например, есть такая задумка, поскольку у нас сегодня 21 век, технологии и прочее-прочее, очень сильно развита медиа, и вот хочется уйти немножечко в медиа. То есть, ну, не то чтобы уйти, а упор сделать на медиа, углубить, и вот какой-то формат может быть, я не знаю, мультяшный, может быть какой-то мини-сериальчик. Сняли мы пилотную серию, открою секрет, тебе и нашим радиослушателям, пилотную серию анимационного фильма сняли. «Оживший мусор» рабочее название. Сейчас на стадии доработки, как говорится, дошлифовки, подготовки, такой уже, чтобы в свет он вышел. И я так думаю, что осенью это ориентировочно, может, конец сентября, может быть, октябрь, мы презентуем сшителям, проведём какое-то мероприятие, обязательно тебя приглашу. Вот, также есть идея, она родилась уже достаточно давно, наверное, как раз-таки в начале реализации этого проекта, «Идея провести арт-фестиваль искусства за природу». Тоже это пока рабочее название. Суть его в том, чтобы привлечь поэтов, художников, музыкантов, ну, то есть творческих людей, и чтобы попросить, например, кого-то из ребят, того же Зураба нашего, Артура Мхца, местных поэтов именно с кем в ВКонтакте постоянно, чтобы написали какие-то стихи про экологию, про вот… Через своё творчество. Через своё творчество, своё видение, да, да, да. И художников тоже подключить к этому, чтобы они изобразили это всё-таки визуально, это стихи и слова – это одно, когда ты слышишь, а визуально – это другое, чтобы вот они изобразили пейзажи, ну, представь, пейзаж, да, красивая, там, Архыс наш, там, гора, там, полянка, да, речка течёт красивая, горно-чистая такая, прозрачная. И тут вот красота, наши туристы какие-нибудь там нерадивые посетили на Архысы, там, пакеты с мусором, там, бутылки валяются, что-то такое. И вот серию таких пейзажей, и вот от малого, там, где там немножечко бутылочек, и до такого самого уже ужасного, какого-нибудь просто апокалиптичного будущего, когда там минимум деревьев, минимум… Мультфильм «Валик», да? Вот что-то, да, что-то вроде того. Ну, действительно, это же важно людям показать, тем более, может, кто-то себя узнает там, что после меня вот я обернулся, а такая картина осталась. Ну, это очень хорошая идея, почему бы нет? Я думаю, что будет иметь успех, тем более, если человек каждый в своей стихии сделает что-то подобное, ну, я думаю, что действительно резонанс будет, и какое-то интересное вот видение этой проблемы, ну, со стороны другими людьми, не теми людьми, которые этим занимаются, не тобой лично, а вот люди, которые там через призму своего творчества это воспринимают и передают. Да, да. Ну, это отлично. Азамат, ну и, конечно, хотелось бы узнать судьбу ещё одного проекта, который ты планировал запустить в этом году, подавал заявку на грант. Есть ли какие-то новости? Да, Умар, я подавал заявку на грант в этом году, вот весной, в марте месяц, в фонд президентских грантов. Ну, вот, к сожалению, пока проект не получил поддержку, там есть ряд недочётов, недоработок, над исправлением которых я работаю. Ну, планирую вот осенью подать, и я думаю, что исправлю все недочёты, и проект, поскольку, на мой взгляд, по крайней мере, интересный и тоже должен возыметь ещё более такое, скажем, резонансное действие на наш регион, как минимум, я думаю, что он получит одобрение. Хотел бы, наверное, получить от тебя больше совет для тех ребят, которые, условно говоря, тоже хотят проект создать, получить поддержку, там, действительно, может быть, эта тема экологии будет в их проектах. Насколько сложно и вообще на что обратить внимание при составлении проекта? Ну, на самом деле, ряд критериев таких достаточно значимых есть, которые в большинстве, в принципе, фондов, они плюс-минус одинаковые, в большинстве организаций, которые оказывают поддержку, либо начинающим, Росмолодёжь, тут как пример. Но, в целом, я бы такой главный и такой самый, наверное, действенный совет, который, ну, по крайней мере, мне помог, и он всегда помогает всем, это читать правила. То есть, положение о конкурсе, внимательно изучить от корки до корки каждый пунктик, и там, в принципе, всё достаточно. Вот, например, в том же фонде президентских грантов я не проходил никакого обучения первый раз, когда подал на этот проект, и я всё изучал сам, всё доступным языком, всё просто описано, расписано подробно, приложите вот это, сдайте это, заполните пункт такой-то, там, пятое, десятое и так далее. И плюсом, например, фонд президентских грантов, у них очень шикарные на YouTube-канале и на страничке ВКонтакте есть ролики обучающие. Там разные специалисты, они, ну, настолько всё подробно разжёвывают, они рассказывают всё от и до, там, от начала, как сдать, как подать, как там собрать документы, как отчитаться, то есть, всё прозрачно, всё шикарно, всё наглядно. Читать, учить, изучать, вот это такой самый главный совет ребятам. Ну, и желание, мотивация, да, естественно. Если этого нет, то и смысл как бы от всего. Азамат, спасибо большое тебе за то, что пришёл к нам в студию, рассказал о проекте. Мы желаем твоему проекту дальнейшей реализации, успехов, в том числе и с новыми проектами, которые предполагаю, что будут дальше появляться. Ну, и я думаю, что мы ещё раз встретимся и поговорим более подробно. Спасибо. Где я только не был, мне пришлось пройти Субтитры сделал DimaTorzok Тысячи дорог на пути Только сердце рвётся туда, где вознеслись Над землёй Дамба и Архиз От самых высоких вершин до самых прекрасных полей Раскинулось место, что стало судьбою моей На этой огромной земле скажу, ничего не дая И в сердце моё навсегда Карачаева, Черкесия моя От зимы до неба водные хребты Нам подарят снежные сны И под лунным светом, быстрая как лань Льётся золотая кубань От самых высоких вершин до самых прекрасных полей Раскинулось место, что стало судьбою моей На этой огромной земле скажу, ничего не дая И в сердце моё навсегда Карачаева, Черкесия моя Лунным светом, бьётся золотая кубань От самых высоких вершин до самых прекрасных полей Раскинулось место, что стало судьбою моей На этой огромной земле скажу, ничего не дая И в сердце моём навсегда Карачаева, Черкесия моя Вооружённые силы Российской Федерации Приглашают на службу по контракту Военная служба по контракту Это широкие возможности для самореализации Достойный уровень жизни И высокий социальный статус Сегодня наши военнослужащие Выполняют важнейшие боевые задачи Руководством страны Приняты дополнительные меры поддержки Участников специальной военной операции Они наделяются статусом Ветеранов боевых действий И получают дополнительные социальные гарантии Военнослужащие Заключившие контракт для прохождения службы В зоне специальной военной операции В составе именной роты Карачаева-Черкесии Получат региональную единовременную выплату 200 тысяч рублей Контрактники – это профессионалы Мужественно и с честью выполняющие свой долг Служба по контракту – твой выбор Обращаться в военкоматы по месту жительства Телефон для справок 8-878-2-26-36-32 На этом информационно-аналитическая программа Радио Карачаева-Черкесии «Ракурс» подошла к концу Над программой работали корреспонденты службы информации В студии работала Булду Байрамукова Звукорежиссер и оператор монтажа Ансар Кубанов Мы прощаемся с вами И желаем всем удачной и плодотворной недели Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин